Почему НИР так все хвалят? И как ему удалось попасть во все списки монет, в которые нужно инвестировать? Особенно интересно посмотреть на данный проект, когда все уже его похвалили со всех сторон, выпустили про него видео на бычьем тренде и благополучно забыли. Ведь легко хвалить проект, когда стоимость его токена превышает 17 долларов на бычьем тренде, опять-таки. И очень сложно записывать видеообзор, когда стоимость токена всего лишь полтора доллара. Но я считаю, что этому видео есть место быть, поскольку экосистема НИР достаточно интересна. Что мы сегодня разберем? Почему забыли? Рынок динамичен. За это время появились новые L1 блокчейны, которые ничем не уступают НИРу. И собрали, если не столько же, то и больше инвестиций, которые имеют свежий взгляд на рынок, его перспективы и технические требования. Контекст имеет значение. Именно поэтому мое видео про НИР его экосистему выходит сегодня. Хочу посмотреть на него с точки зрения не столько инвестора, сколько пользователя. Посудите сами. Инвесторы заходят в проекты, которые в перспективе 1-10 лет дадут прибыль в виде роста цены. И самые умные сделали это на пресейле, либо же в ранних стадиях. Но эти времена позади. Те, кто играет долгую, зависят от рынка. А рынок это пользователи, разработчики, это транзакции, это сервисы, это дабс, которые нужны рынку. Мало просто послушать инвесторов, которым выгодно говорить, да, проект крутой, буду заходить, в перспективе заработаю. Да, это хорошая затея заработать в позиции и забыть. Но что если мы будем смотреть на блокчейн не как на инвестиции, а как на решение? Рынок сейчас спекулятивный. И большинство DeFi, NFT, GameFi решений, созданные только для спекуляций. Лишь малая часть действительно нацелена на будущее. Либо не говорит об этом, а просто дает инфраструктуру спекулянтам, потому что тоже имеет с этого прибыль. Либо понимает, что рынок не готов. Сейчас все поймете. Представьте рынок криптовалюты через 10 лет. Условно какая-то криптовалюта стала средством платежа. Теперь в криптокошелек вы заходите чаще, чем в банковское приложение. Возможно, банков вообще не существует. Никто не флипает NFT. Коллекциями занимаются только профхудожники. А сама технология перешла в земельный кадастр, документы и оцифровку. Какие приложения остались из тех, которые в своей дорожной карте описывали подобный сценарий? Кто работает над решениями не для спекулянтов, а для жизни? Именно с этой стороны интересно наблюдать за развитием проектов и за экосистемы отдельных блокчейнов. НИР изначально целился в масштабировании. И не только технически как базис, но и экосистема в целом. Проект поставил задачу создать Layer 1 блокчейн, который позволит упростить максимально создание новых дабс. В приоритете минимизировать комиссию, а также максимизировать пропускную способность. То есть создать такую платформу, которая ускорит масс-адопшн. Это звучит как маркер, который говорит, да вот оно в будущее. И сейчас мы познакомимся с первой важной технологией инноваций на то время. От проекта, которая и позволяет увеличить пропускную способность и уменьшить комиссию. Речь идет о Night Shade Sharding. Главная технология НИР. Шардинг делит задачи по вычислениям между многими нодами. А те, в свою очередь, нагружаются только частично. И по итогу это позволяет ускорить вычисления и увеличить количество параллельных транзакций в секунду. И при этом максимально уменьшить комиссию. Сегодня экосистема уже имеет достаточное количество децентрализованных приложений, которые покрывают нужды рынка. Но большинство заблокированной ликвидности находится в основных по типу Refinance и решения второго уровня Aurora. К ним мы вернемся позже, но видим закономерность, что проекты инвестируют в продукты и решения на долгосрок. А сама экосистема приложений для отдельных пользователей не пестрит нескончаемым количеством. Проект старается всячески стимулировать рост количества этих приложений посредством специальных условий для разработчиков. К примеру, 30% заработка со всех комиссий с транзакцией также дает возможность получить грант на создание стартапа и предлагает баунти-программу для тех, кто помогает развивать экосистему. Проекты инвестировали на разных этапах разные суммы, но в памяти большинства свяжут те воспоминания, когда НИР выходил на CoinList. Какие X-ы дал, какие ATH показывал. Между прочим, немалых 70 иксов от суммы инвестиций. Кроме раунда паблика были еще очень сочные несколько раундов на достаточно круглые суммы. 22, 150, 350 миллионов долларов. Среди которых были такие известные имена, как Anderson Horowitz, Pantera Capital, Dragonfly Capital, Circle, Tiger Global Management. А также наши сейчас любимчики в кавычках Alameda Research и FTX Ventures. Ну и менее известные, которые инвестировали суммы не меньше. Наверное, именно эту информацию многие берут во внимание. Куда хотят инвестировать проект? Отчасти это правильно, но с другой стороны, это никак не гарантирует успех проекта. Венчурные инвесторы инвестируют в идею в надежде, что она выстрелит и они зафиксируют прибыль. С пониманием того, что только 10% инвестиций окупят 90 проигрышных. Слепо повторять за ними на все деньги это не всегда окей. Потому что инвестировав 100 миллионов, у них останутся миллиарды. А вы, сли в последнюю тысячу, останетесь ничем. Но мы отошли от темы. Я к тому, с чего начала. Как проект влияет на конечного пользователя и Web3. Как мы помним, ранее я говорила, что идея крутая. Но почему-то нет сверх великого и бурного развития экосистемы. Мы не слышим громких проектов, которые там стартуют. Команд, которые перешли из одного блокчейна в НИР. И это неспроста. Возможно, язык программирования не сильно привлекает разработчиков, которые работают на солидите, на уже прибыльных блокчейнах. Именно поэтому НИР пытается переманить и привлечь людей. Тут важно вспомнить решение Layer 2 на базе НИР. Это Аврора. Это блокчейн второго уровня. Я уже несколько видео приводила пример, что это такое. Но, кто не видел, простыми словами, Layer 2 это надстройка над блокчейном. Layer 1, в нашем случае над блокчейном НИР, который позволяет сделать транзакции безопаснее, быстрее и еще дешевле. А теперь вишенка на торте. Сделано это на EVM Ethereum, а значит для разработчиков стали открыты все инструменты. Не нужно изучать ничего нового, только создавать. Или, к примеру, перенести приложение, которое уже существует на сети эфира. Углубляться не станем, потому что видео не про Аврора. Но именно она открывает новые двери для НИР. Про экосистему. Откроем сайт Avansom NIR и посмотрим разбивку по категориям. Здесь мы видим достаточно много разных приложений, которые решают конкретные запросы. К примеру, кошельки, эксплоры, мосты, свопалки, DEX, фарминг, стейкинг, игры и метавселенные. А также трендовые проекты, среди которых мы видим Reef Finance. Самую популярную DEX на НИР. Аврора, которую упомянула минутой ранее. Trisolaris. Это универсальная торговая платформа для блокчейна НИР, работающая на движке НИР Аврора. Это первая DEX на Аврора, обеспечивающая торговлю, аналогичную Этериум, за небольшую часть стоимости, используя преимущества базовой архитектуры, предоставляемой движком Авроры. Ссылку я оставлю в описании, чтобы вы также могли посмотреть и ознакомиться со всеми возможностями экосистемы. Думаю, мы еще увидим рост и конкуренцию между похожими блокчейнами, среди которых герои нашего видео. Это период, когда самое лучшее время создавать блокчейн, когда рынок нуждается в этом. Именно в конкуренции мы увидим тех, кто предлагает действительно нужные решения. И тот, кто победит в период следующих 10 лет. В итоге будут иметь все то, чего пользователи, разработчики ждут от него. Потому что он будет испытан временем, закален мощной экосистемой приложений и комьюнити, которая готова создавать и пользоваться. Будет ли таким НИР? Готов ли он войти в топ-10 проектов? Пишите свое мнение в комментариях, а мы увидим это вместе с вами только со временем. Не забывайте, что на моем YouTube-канале есть обзоры самых известных блокчейнов. Так что переходите к просмотру и изучению. До скорой встречи, ваша Блонди.